Всем доброе утро! Мало кто знает, но октябрь считается в Италии национальным месяцем пасты. А мне кажется, что в наше холодное утро нам не помешает тарелка карбонары. Откуда появился рецепт пасты карбонара, доподлинно неизвестно. Однако существует легенда, что ее придумали угольщики из города Абруцио. Они часто варили пасту, добавляя яйцо, сыр и много перца. Шеф-повар мурманского ресторана Никита Гусев с большим количеством приправ решил не экспериментировать. Карбон с итальянского переводится как уголь. Но сегодня мы не будем экспериментировать, я вам покажу собственный рецепт пасты. Бекон, сливки, лук, порей, перепелиное яйцо. Это нам потребуется для соуса. Основной ингредиент блюда – спагетти. Их родиной считается город Генуя. Неподалеку от него есть даже музей, где собраны сотни рецептов приправ и соусов для пасты. Для того, чтобы сварить нашу пасту, мы используем кастрюлю с кипятком. И для того, чтобы паста не слипалась, мы добавляем туда масло. Это может быть оливка, может быть растительная. Чем тверже паста, тем дольше она готовится. Итальянцы варят макароны до состояния аль денте, что в переводе означает «на зубок». Продукт получается немного твердым. Однако секрет вкусного блюда не только в спагетти, но и в специальном соусе. Теперь все отправляем на разогретую сковороду. Бекон жарим на среднем огне примерно 5 минут, пока не вытопится весь жир. Добавляем лук-порей, который сделает вкус более пикантным. Ну а теперь очередь пасты. Пасту не нужно обжаривать, ее нужно слегка разогреть. Затем мы добавляем сливки. Соус должен покрывать каждый миллиметр спагетти. Перемешивать лучше щипцами, тогда вся паста пропитается ароматом смеси. Вынимая сковородки, макароны слегка закручиваем, для того, чтобы они не расползались по тарелке. Немного сыра и перца, перепелиное яйцо, паста карбонара готова. Это блюдо нужно подавать на стол незамедлительно, желательно на подогретой тарелке. Итальянцы вообще считают, что карбонара ждать не умеет, ее нужно есть сразу. Идеальная карбонара – это та, у которой соль скользит и сияет, как шелк. Наша получилась теплая и солнечная, как Италия. Прекрасный вариант для позднего завтрака.